Я ехал сюда почти сутки из Мелосибирска в плацкарте. Я в ощущении, что я все еще в плацкарте. Нету ног только, не торчат ноги. Ну ничего, давайте оставим так. Никаких ног, хорошо? Глупости какие. Да, что, у вас же день города, да? А вы пришли сюда. Молодцы. Вы не заметили, что под шумок дня города справедливая Россия захватила город. Типа они такие, ну, наверное, никто не заметит, возьмите шарик. И мне кажется, конечно, это несправедливо. Они опровергают название собственной партии, как так. Или у вас просто каждый день города организует каждый раз новая партия, типа в следующем году коммунисты, там вообще капец будет, да? Нет. В общем, что, 295 лет, ну, Игорь Фелленбург, да? Исполнился 200, отличный, отличный возраст. А мне исполнилось 30. Недавно, буквально недавно мне исполнилось 30. Спасибо! Конечно, не такая внушительная дата, да, как 295, но я и не город. И 30 лет, понимаете, 30 лет я официально Светка Соколова уже, вот, с сегодняшнего дня, можно сказать. И, знаете, когда мне исполнилось 30 лет, знаете, что я понял? Ну, ничего. Абсолютно ничего. Ничего не изменилось. И мои знакомые, ну, постарше, друзья сейчас подходят, такие ко мне и спрашивают. Ну, чего, как ты чувствуешь, ощущаешь себя на 30 лет? И я такой... Они такие, вот это оно и есть, да. Дальше так и будет. И, как бы, 30 лет, понимаете, такая ситуация. Я просто не совсем выгляжу на своем возрасте. Вот я сейчас выгляжу примерно так же, как я выглядел тогда, когда планировал зарабатывать на жизнь скейтбордингом. А не с трудом. И мне говорят, ну, слушай, ты, я не знаю, ты отрасти бороду. Но проблема моей бороды в том, что, когда я ее отращиваю, я не начинаю выглядеть на 30, я начинаю выглядеть плохо. И, знаете, не я один, по-моему, не я один такой проблемы. Но, в принципе, в принципе, одну вещь нет, я наврал, одну вещь я осознал. В 30 лет нужно потихоньку завязывать с херней. Вот это должно стать девизом. И, в первую очередь, социальные сети. Я не имею в виду, что нужно там удаляться или что-нибудь такое. Нет. Нужно просто, как сказать, перестать постить туда, что бы то ни было. Потому что постинг в социальной сети от мужчин 30 лет выглядит жалко. В любой. И я придумал механизм даже для себя, как мне избежать постинга в социальные сети. Вот с тех пор, как мне исполнилось 30. Нужно просто мысленно к тому тексту, который ты хочешь разместить в социальной сети, добавлять фразу. А еще мне 30 лет. Я участвую в конкурсе репостов, чтобы выиграть пиццу. А еще мне 30 лет. Посмотрите, как потягивается енотик. А еще мне 30 лет. Вступайте в мой успешный бизнес. Сетевой. А еще мне 30 лет. Такое дело, да? Ну, нужно... В 30 лет нужно привыкать, что окружающий начинает называть тебя мужчина. Я как-то, знаете, недавно стоял в очереди в банке, и мне женщина, которая там работает, говорит, «Мужчина, проходите». Я стою и не прохожу. Думаю, ну, сейчас мужчина какой-то подойдет, неудобно. Но справедливости ради, чаще меня все-таки называют не мужчина, а мужчина. Со скрытой и краткой в конце. Это два разных слова. Мужчина и мужчина. Ну, потому что мужчина, он, как, принимает решения важные, да, зарабатывает деньги. А мужчина уступает место в трамвае. Не по своей воле, после второго удара о войске примерно. Вот все, что делает мужчина. И на самом деле я начинаю чувствовать, что старею потихоньку. Я даже специально уже пораньше просыпаюсь, чтобы пошаркать по квартире. Я живу один, я никому не мешаю. Я просто чувствую какую-то внутреннюю потребность пошаркать. Да что там, я телефонные разговоры уже заканчиваю словом «добро». Добро, Георгий Чатпой, да. Позвони человечку. Я жду не дождусь того момента, когда я буду открывать входную дверь и кричать в подъезд на соседских ребятишек, которые слишком громко бегают. И говорить «ребятишки» вместо «дети» я уже начал. Это первый шаг уже пройден и сделан. Но 30 лет, понимаете, я недавно осознал, что в моем возрасте, в средние века, я был бы уже не то что солидного возраста, я был бы уже почти что умудренным опытом старцем таким. То есть, к моим советам вы, наверное, прислушивались. И, возможно, это одна из причин, почему в средние века так херово жили. Ну, прислушивались к советам таких, как я. Как это могло быть? Типа, да, у вас в городе чума! Господи! Господи, 30-летний мужчина, помоги нам! Что вам делать? Я такой «Так-так-так, чума, да? Ну, п-п-п-чума, ну вы это, это, вы переезжайте, вы, в общем, переезжайте, переезжайте, хотя, блин, хотя... Ну, у вас ипотека, да, ипотека – это, конечно, нормально, вы как бы не платите дяде, платите за свое. Вообще, кредитная система – это такое дело. Подожди, а почему вы обкладываете меня хворостом и привязываете к столбу, и что это за молодой человек в маске птицы? Вы что собрались сделать? 30 лет, понимаете, взрослая жизнь уже не то, что началась, она вовсю идет, а я только, наверное, сейчас осознал, и она, не сказать, что отвечает моим о ней ожиданиям. Я был бы не против, знаете, если бы где-то в возрасте моих 20, там, 21 года, мне бы показали, ну, показали трейлер моей будущей взрослой жизни, типа, к чему готовиться. Что-то вроде, у него были мечты. Я съеду от родителей, у меня будет своя квартира, я смогу пить, когда захочу. Однако, первое время, когда он съехал от родителей, он не мог поесть, когда захочет. Отлично, у меня будет своя жебья, я смогу в любой момент перевезти домой девушку. Однако, первое время он снимал такие квартиры, что ему самого себя было стрёмно в них приводить. В общем, ему придется устраиваться на работу. Я коммуникабельный, стрессоустойчивый, нацеленный на результат и очень горю желание работать в вашем дружном коллективе профессионалов. Это замечательно, но продайте мне эту ручку. Но в любом случае, ему на помощь придут родители. Мама, папа, это Настя, она будет жить с нами. Ах, ты тогда перестанешь жить с нами. Отсознательный. Мы знаем, чего у тебя не было в прошлый момент, несмотря на то, что ты рассказывал друзьям. Взрослая жизнь. Да, я был бы более готов, мне кажется, к тому, что сейчас происходит, если бы такое увидел. Так, ну чё, вы, наверное, знаете, что я немножко причастен к шоу в Ютубе России не сегодня. Шоу. Это начинает звучать саркастически. Я недавно подумал, шоу. Очень дурацкое слово, да? Гении думают одинаково. Ну и мы с тобой тоже. То есть шоу звучит более-менее нормально только после слова капитал, мне кажется. И то, и то, как сказать, да? Оно ещё выходит, не знаете? Да. Да? Отлично. Кто-то может выиграть. А что там выиграть? А-а-а! Конечно, конечно, конечно. Нет, значит, надо. Тридцать лет надо бы забыть это уже, как страшно солнце играет. Я не стану производить, люди выходят. Да, да, да. Это диалог начал напоминать диалог. Такого нам здесь, может быть, не надо. Смотрите. Да, короче, я смотрю много новостей, просто профессиональная деформация, скажем так. И я недавно смотрю и читаю. Недавно я наткнулся в интернете на новость, которая звучала... Здравствуйте. Здравствуйте. Итак. Недавно я наткнулся в интернете на новость, которая звучала следующим образом. Это дословная цитата. Путин не дал в обиду ветерана. Все. Это вся новость. Я подумал, это у нас такие новости? А какие еще есть новости? Типа, Путин сегодня все правильно сделал. Путин сегодня хорошо пообедал. Во время официального визита в случае Путин сегодня молодец. Какие-то такие новости, что ли? И я подумал, просто это странно. Наши СМИ, ну то есть они относятся к Путину, как, я не знаю, к годовалому ребенку. А ему уже 18 лет. Он уже должен думать, куда ему поступать. Он думает, куда ему наступать. Примерно такого уровня напряженной тишины я и не ожидал. И вот после того, как я почитал эту новость, я подумал, ну блин, наверное, наши СМИ уже не могут как-то пасть ниже. Но потом я случайно наткнулся на фрагмент «Вести недели» с Дмитрием Веселевым. И реально это на «Вести недели», кстати. Это всегда, всегда, когда ты поминаешь великого. Богу равного. Так, по-моему, уже нельзя говорить. Просто классного парня Дмитрия Веселева. Звучат колокола. Так вот, я наткнулся в телеке на фрагмент «Вести недели». И там что-то типа Дмитрий Веселев такой. А россиянам технически не нужны пенсии. Я подумал, нет, наши СМИ могут пасть гораздо ниже. А колокола продолжают. Я думаю, так будет теперь доказать. Типа, так, ребята, звоним, пока он найдет, не уйдет оттуда. Выкурим его. А, выкурим. Отличные недели. Несите-ка биво-то. Хорост, да. Хорост на вас уехал. Вам не кажется, что Дмитрий Киселев выглядит, как сказать, выглядит, как Борис Моисеев, который в жизни сделал неправильный выбор. Чуть-чуть еще более неправильный выбор. Вообще, конечно, конечно, по-честному, Путин нужен. Путин нужен. Нужен. Знаете, зачем? Путин – это идеальный способ нарушить неловкое наэлектризованное молчание в такси. Если вы едете в такси с таксистом, и как будто бы, ну, вроде нужно о чем-то поговорить, ну, что-то как бы ты непонятно про что-то, все, весь ваш ход. Вы должны просто сказать, ну, Путин, конечно, да, все. Все, после этого уже беседа потечет. Любую из сторон вы просто будете седлать его, как серфер. Но, нет, конечно, бывают чуть-чуть более, скажем так, прошаренные таксисты. Если ты ему скажешь, ну, Путин, конечно, да, он может ответить. Значит, да. Тут нужно применить свою смекалку. Если он такое говорит, у меня как-то была следующая беседа. Типа, ну, Путин, конечно, да, значит, да. Ну, че, не да, что ли? Так, они за окружкой. Будем представлять, что таксист едет по... возле церкви. На чем я остановился? Да, я говорю, значит, не да, что ли? Ну, конечно, да, но иногда прям вообще. Ну, вообще, конечно, да, да, в общем, да. Это полчаса, я бы сказал, пролетели незаметно. Смотрите, продолжая тему, я не люблю категоричные суждения. Окей, эта фраза прозвучала достаточно категорично, мне кажется. Хорошо, переформулируем. Я настороженно отношусь к людям, которые высказывают позицию свою так, будто это истина в последний. В общем, я из этих, которые, ну, и вы по-своему правы, и вы по-своему правы. Вот из этих жалких личностей. Но, собственно, к чему я звонил? У нас, вот в России сегодня, наше шоу, оно, в общем-то, про новости и на околополитические темы. А так получилось в рамках нашей страны, я бы сказал, что на политические темы у нас в обществе почему-то есть два мнения. Ровно два мнения, два полярных мнения. Если их как-то упрощать и пытаться сформулировать, то их можно низвести до следующих высказываний. Первое – это «Вы, пидоры!», а второе – это «Нет, это вы, пидоры!». И как-то трудно существовать в этой пидорской парадигме. Особенно пытаться шутить на политические темы. Вообще, с категоричными суждениями, понимаете? Ну, и тогда они нужны. Потому что с такими либеральными лозунгами, с мягкими суждениями, ты не выведешь народ на баррикады, правильно? То есть, как выводят народ на баррикады? Нужно что-то декларировать, типа, так, «Долой власть!». А как люди с мягкими суждениями будут это делать? Типа, «Да, не давай, мы просто хотим в рамках правового поля, чтобы некоторые представители власти, предлежащих поле, ответственно относились к своим обязанностям». «Да, ребята? В рамках правового поля, в рамках правового поля, в рамках правового поля, в рамках правового поля, стой какой-то, пойдем в видеоблогинг». И да, есть шоу «Россия не сегодня», и касательно его, у меня есть одно постыдное удовольствие. Хорошо, у меня есть два постыдных удовольствия, расскажу на одно. Я очень люблю читать хулительные комментарии, ну то есть максимально оскорбительные и без повода оскорбительные комментарии под «Россия не сегодня». Это просто и не в смысле, что типа я читаю, я как бы смеюсь, на самом деле мне больно. Нет. Просто искренне смешно. И у меня есть любимый, один любимый комментарий, я его помню наизусть, он звучит следующим образом. «Это еще что за клоун? Надо бы его повесить на фонарном столбе в Абоссаном дворе». Конец сюда. И в этом комментарии, мне кажется, прекрасно все. Во-первых, нельзя повесить меня на фонарном столбе в чистом дворе. Нет, 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 нет. Во-вторых, нельзя повесить меня в Абоссаном дворе, но там, где нет фонарного столба. Это, короче, нужно пересечение вот этих множеств. Вот эта заштрихованная область. И очень мало какой двор подходит под эти условия. Мой двор, например, не подходит. Я специально выбирал, когда переезжаю. Но если подумать чуточку глубже, то этот человек, который написал этот комментарий, вот его интересом, чтобы у нас в России было много обоссанных творогов. Со священием. Возможно. Через ей или через я? Кстати, это не было уточнено. А было прикольно, да? Типа, чтоб на фонарном столбе в Абоссаном дворе и чтоб исчезлить непременно. В общем, а в моих интересах, чтобы таких дворов было меньше. И кто теперь патриот? Смотрите, 2018 год у нас, да? И у нас сейчас судят людей за картинки, за репосты. Судят, иногда даже осуждают. Иногда даже сажают. И мне кажется, я бы с трудом смог объяснить, не знаю, человеку условно из 2005 года, что у нас сейчас происходит. Если бы на минуту изобрели машину времени и, типа, я бы пообщался с человеком из 2005 года, он бы, не знаю, спросил у меня что-нибудь, типа, «Ну что, человек из 2016 года, у вас уже есть вязающие скейтборды?» Во-первых, оставь идеи зарабатывать скейтбордингом. Во-вторых, ну, вообще-то у нас тяжелая ситуация. У нас тут сажают людей за смешные картинки. У вас сажают за демотиваторы? Нет, нет, за мемы. За что? Ну, за мемы, за видосики в Ютубе. Видосики в чем? Ну, так, блин, слишком много объяснять. Просто, понимаешь, ну, серьезная ситуация. И мемы, и Ютуб — это вещи, которые мы и изобрели к 2018 году. А зачем вы изобрели вещи, за которые вас сажают? Слушай, это долгая история, вообще, как бы, четвертый срок Путина, вообще, достаточно жесткий. Четвертый срок кого? Серьезно, вы изобрели смешные картинки, и Ютуб из-за этого вас сажают, но вы не изобрели человека, который мог бы стать президентом вместо Путина? Слушай, мне кажется, это немножко напоминает одну из надписей, которую я видел на меме. Так, вам точно нужно, я в своей параллельной вселенной, затрещу мемы, потому что они явно вас отупляют. Такой конец, да? Смотрите. А Медведев, что с ним? Медведев, конечно, да. А, нет, не да. Не, вообще, вы помните, как я такой Медведев? С чем самым, да? Помню. Пример, Министр. Я просто, у меня первое слово, которое всплывает, типа, а, ну да, второе, второе, там, второе есть. И, знаете, сейчас в последнее время вокруг него какие-то, там, скандалы, там, и, там, пенсионную реформу на него сваливают, что, типа, пулькин, не пельчем, а это все Медведев. Ну, и, в конце концов, он просто комичный парень, да, у него большая башка такая, вызывает некое желание как-то похохотать немножко. И есть даже мнение, есть мнение, что он не очень степляется со своими обязанностями, как премьер-министр. Я не разделяю эту точку зрения, я вести почему. На это можно посмотреть немного с другой стороны. Премьер-министр, это его работа. Просто работа, такая работа. А разве мы с вами все настолько хороши на собственных работах? А? Окей, ладно, ладно, вы лучшие люди России. Окей, окей. Но! У каждого же на работе есть такой коллега-косячник. Назовем его, я не знаю, Димка. Кто откосилил собственную задницу? Димка. Кто уснул на совещании? Димка. Кто сказал сотрудникам, чтобы они шли в бизнес, а не и ушли? Димка. Смешной парень. Почему его не волят? Ну, у него какие-то связи. Он знает Вовку и там одно за другое. И так это перетекло в фильетон Шиндорович. Мне кажется, это примерно его уровень аналогии. Я ехал в поезде, а, соответственно, я слышал много раз, что на меня Сталина нет. И не только на меня. И вообще, я заметил, что почему-то эта фраза, она в последнее время как-то получила второе рождение. И не только бабушки, не только дедушки. И самые люди среднего возраста такие, что Сталина на вас нет. И такое ощущение, что они относятся к Сталину как к старшему брату. Типа, что Сталин придет, наваляет тебя за меня. Иронично, что в антиутопии Джорджа Орвелла в 1984 главного злодея-диктатора звали Старший Брат. И он вел себя, знаете, как-то чуть более похоже на настоящего Старшего Брата. Слезил за тобой и бил. И Сталина на вас нет. Еще прелестное в этой фразе то, что Сталина на вас нет. А я в домике. Мне просто кажется, что если Сталин будет, он будет на всех. Мы все агребем. Вообще, единственная, на мой взгляд, ситуация, в которой уместно фраза Сталина на вас нет, это если вы, скажем, пришли в магазин поверить Сталина. А продавец-консультант говорит, извините, Сталина на вас нет. Вот вчера отдали последнего на нашего начальника ЖЭКа. Сынайте, отлично сидит. Он теперь... Но у нас есть и друг Коля, возьмите Горбачева. Ой, разваливается. Где брюки? Брюки вышли из состава Горбачева. Сталина у вас нет. Слушайте, возможно, это было уже ясно из моего выступления, но у меня гуманитарное образование. Вот этот любить поговорить, да, ясно все с ним, какое у него образование. И нам, людям с гуманитарным образованием, постоянно говорят, ну и куда вы с таким образованием, кому вы нужны? Это обидно. И особенно обидно, когда это говорит декан на вручении диплома. Очень обидно. И вот мне сейчас уже кажется, что сообщать человеку о том, что у него гуманитарное образование должен врач. Должна быть ситуация типа... Так, в общем, ну проходите... Нет легкого способа вам об этом сообщить. В общем, я скажу как есть. Мы обнаружили у вас гуманитарное образование. Уже поздно, чтобы это ни было делать. Это четвертая стадия филфака. Вам осталось каких-то 50-55 лет жизни в полной нищете. И что же, ничего нельзя поделать? С этим можно. Можно. Вмножьте 12 на 17. В нищете говорить. Ну, в нищете так в нищете. Все уже филфиканское. Получить гуманитарное образование – это все равно, что назвать сына фроул. Ты сделал, что хотел, но одна фирма сломана. Есть фроулы в жале. Здравствуйте. И на самом деле я поступил в свое время на гуманитарную специальность не потому, что я был великолепен там, отлично писал изложения. Нет. Не был великолепен в гуманитарных науках. Я был просто, скажем так, очень плох в точных. И я точно помню момент, когда все это началось. Школа, шестой класс. Помните тот момент на уроке математики, когда в примерах к цифрам начали добавлять буквы. Это драматический момент. И, знаете, добавляли немного, я терпел. Потом их стало больше. И вообще-то как-то начал переживать. А потом, если помните, буквы полностью вытеснили самой цифры в математике шестого класса. Я сидел, такой смотрел на доску и думал, так, так, так. И как мне это разобрать по составу, а? Что здесь подчелкивается на унистеризм? Что за херня? И я поступил на фигурет журналист. Вообще, если честно, с образованием мне не везло всю жизнь. В школе я учил немецкий язык. Из-за этого, естественно, часть одноклассников считала, что таким образом я сопричастен к военным преступлениям в нацистских формахах. Да? Есть такие же. И одноклассника Рината никто не обвинялся в тяготах Натана Монгольского и Игоря. А я, да, я посолник нацистов. И у нас был отдельный кабинет немецкого, где мы сидели. И один одноклассник, который не учил с нами немецкий, Саша его, я помню, всегда, когда проходил мимо нашего кабинета, заглядывал к нам и кричал «Гитлер Капут!» «Гитлер Капут!» И убегал. Очень нибудь отдрагалась, а мне нет. Как-то раз я не выдержал. Я не выдержал, я подошел к нему и сказал «Саша, Саша, что ты такое говоришь?» Правильно говорить «Гитлер Капут!» Так действительно правильно. Как-то раз этот Саша заболел, кстати, и попросил меня позвонить ему, сказать, что задали там математики. И я позвонил ему. Я позвонил ему в 4 часа утра. Резкое напряжение. Я начинаю понимать, почему он меня не любил. Да, да, да. Матерный. А во-вторых, ну, согласитесь, он не очень изобретательно над нами потешался. Ну, «Гитлер Капут!» Ну и что? Вот если бы Саша во время урока немецкого языка подходил бы к дверям нашего кабинета и начинал говорить голосом левитаны, от советского информбюро выпьет. Да он умеет погодировать левитаны, но он все еще школьник в первую очередь. Помните, в «Гарри Боктере», раз уж про школу, была такая проклятая специальность «Предподаватель защиты от темных искусств». Помните или нет? Это была проклятая специальность, ни один из этих преподавателей не мог там продержаться годом, что-то плохое, если не случалось всегда. И к чему я это говорю? У нас, у меня в школе, просто тоже была такая проклятая специальность «Трудовик». И ведь это, в своем роде, тоже темное искусство. Не правда ли? И да, ни один из наших трудовиков не то что года, полугода не выдержал в нашей школе. Первый трудовик ударил ученика черенком от лопаты. Заготовкой, как он это называл. Заготовкой тебе, сложно ли он. Второй пил, ну то есть как, пили все, но второй пил, особенно сзарк, ну и так. Ну и то, и за это, я думаю, его бы не уволили. Просто как, у нас в кабинете труда была раковина. Этот трудовик любил эту раковину писать. А завуч не любила на это смотреть. Что выяснилось опытным путем. Блин, они, Борисович, до свидания, да, до свидания. В общем, да, один год, один год у нас даже просто они не смогли найти туда века. У нас год не было трудов. Кстати, вы помните, люди чуть постарше примерно моего возраста, мы же действительно называли это труды, не труд. Труды во множественном числе, видимо, чтобы не путать собственно с трудом. Потому что это два разных понятия. Труд он сделал из обезьяны человека. Труды они сделали из человека алкоголика. Разные вещи. Да, один год, один год у нас вообще не было трудового воспитания, назовем это так. И мы выпустились из школы неучения. У нас были гигантские пробелы в области изготовления вкулок, построение табулеток. Мы тканченые люди. Если под вами вдруг когда-нибудь сломается табулетка, возможно, это моя вина. Либо выжирный, но такое должно быть. Нет, это моя вина. Придем сюда, идемся на этом, хорошо? Хорошо. Я люблю читать книги. Так получилось, это, видимо, связано с моим образованием. Я люблю читать книги, но я не из этих, которые я читаю книги, и я не смотрю телевизор. Нет. Я просто люблю читать книги, любую литературу, художественную. И недавно я читал книгу, и там был длинный диалог, и я понял, что когда писателю, автору, нужно передать длинный диалог, на каком-то этапе он должен применить всю свою креативность, чтобы изобрести синоним слову «сказал». Ведь как выглядят эти диалоги, типа «папапам», «сказал топ-то», «сказал топ-то», «сказал топ-то», «сказал топ-то», «сказал топ-то», и потом такой «мм». И на арену выходит слово «промолвил». Я недавно подумал, а я молвил когда-нибудь что-нибудь? И вообще кто-нибудь когда-нибудь в жизни молвил что-нибудь? Обратился он к аудитории, вопрос повис в воздухе. Ситуация была напряженная, колокола продолжали звучать. Тут кто-то промолвил. Кто-то промолвил в зале. Ему нужно собраться с силами и продолжить выступление. Я думаю, молвить может только тот, у кого есть уста. окей, ты можешь, ты не можешь. И на самом деле это не только касается слова «промолвил». Я просто сомневаюсь, что и улыбка когда-то мелькала в уголках глаз у кого-то по-настоящему. И бабочки в животе тоже редко как-то там порхали. И вообще мне кажется, если бы первые художественные литературы увидели, как писатель описывает, что они делают, они бы вышли на митинг. Ты охренел, что ли? Почему мы постоянно лихо вворачиваем словцо, а? Почему подхватываем беседу на лету? И наконец, почему мы прячем ухмылку в бороду? У меня нет бороды даже. на лету. Слушай, вот я скачу на лошади, я скачу на лошади быстро, ты уверен, что я, как я, во весь опор скачу, во весь опор? Если так будет продолжаться, я во весь опор скачу из твоего произведения. Я просто внимателен ко словам. Я болею за русский язык. Кто-то должен мне. И недавно я понял, что перед нами носителями русского языка, перед нами опасность, ей появилось чудовищно отвратительное слово. Слово в крайней значении последней. Почему люди догонят? Нет, я понимаю, на самом деле я знаю, откуда это повелось. Это повелось потому, что люди опасных профессий, летчики, подводники, военные, они, чтобы не говорить последней, чтобы из суеверия не сглазить, они говорили ну крайней. Окей. Но просто сейчас слово крайней начали употреблять люди таких опасных профессий, как дизайнер, смм-специалист. И я боюсь, что мы просто можем потерять слово последней так же, как мы потеряли слово похоже. Вы заметили, что мы потеряли слово похоже и его вытеснило странное слово походу? Реальные пацаны победили. Мне просто кажется, что понимаете, когда они пришли со словом ребзя, мы молчали. Вы же не ребзя. когда они пришли со словом норм, мы молчали. Нам же норм. Но когда они придут в тройний раз, не останется никого, кто мог бы им противостоять. если в вашем окружении есть люди, которые используют это слово, их можно вылечить. Можно вылечить, можно с ними работать. Нужно поговорить с ними, нужно как-то усадить их на стул, привязать к стулу и бить их. Бить их по лицу, приговаривая, сейчас ударим в последний раз, а не в тройний. так давно я шел по улице у нас там в Новосибирске и увидел магазин под названием Империя Сумок. Я подумал, а когда мы допустили, что у Сумок появилась государственность? Причем государственность такого, я бы сказал, высоко организованного уровня, империя. Мы проморгали племенной союз Сумок, княжество Сумок, я не знаю, королевство Сумок, сейчас у них Империя Сумок, следующий шаг что? Правильно, Республика Сумок, они начнут экспортировать демократию и нам всем конец. Придется валить на планету Электрика или вне дверей одной из двух. И я стесняюсь заходить в магазин Империя Сумок со своей сумкой. Потому что мне кажется, что другие сумки члены Империи Сумок начнут нашептывать их. Типа ты можешь стать великой. Если у тебя есть отношение к Империи Сумок, мы захватим мир. Да не мир дверей, глупенькая. Настоящий мир. Детский мир. Дерее Сумок. Мне бы хотелось, чтобы друзья, перед нами вставало меньше проблем и вопросов, решения которых требует создание специального чата. Я бы хотел принести эту информацию до как можно большего количества людей, но я боюсь, что для этого придется создавать отдельный чат. И зло победит. Просто действительно многовато стало многовато чатов. У меня такое ощущение, что меня каждый день приглашают в новый чат. И окей, меня приглашают, я смотрю, что там происходит, потом у меня какие-то дела, я должен выйти вечером, я открываю этот же чат и читаю последнее сообщение, которое гласит, а может быть ты сам нахер пойдешь, а? Гондон! в смысле они обсуждают какую фотографию поставить на картинку беседы, на картинку беседы, что мы дарим Сереже на день рождения. Есть голосовые сообщения? Есть голосовые сообщения? Любите их? Смотрите, я вообще ничего не имею против голосовых сообщений, если они информативные, если там начало, информация, конец, но просто я не знаю, может быть это только моя практика, но, как правило, голосовые сообщения начинаются с 10 секунд интершумов из жизни этого человека. Весь там вот этот бой посуды, кто-то машет шейкером, карканье воронья на заднем плане. И потом вступает голос человека и он говорит что-то вроде ну а чё, а чё, а чё. Всё, конец. Что хотел сказать автор. И остаётся невыясненным. и просто есть ещё люди, которые обмениваются аудиосообщениями. как это происходит? Один человек берёт телефон, записывает голосовое сообщение, отправляет. Второй человек получает аудиосообщение, прослушивает его и записывает голосовое сообщение в ответ. И мне кажется, что довольно скоро эти люди поймут, как работает телефон. И они такие голосовые сообщения в реальном времени? Чума! Слушай, у меня есть некоторые проблемы с речей, я хотел сказать. Даже как бы говорить есть некоторая форма картавости. Я с этим борюсь, и это очень унизительно. Я начал ходить к логопеду, мне было 29, это очень унизительно. Потому что когда эти 29 лет тебе не должны встречать фразы типа «Ну что же, идём моим ручки, а потом массируем пальчиками язычок, повторяем за мной кар-кар-кар, ворона, кража, караул, грабёж, пропажа». Бор прокрался утром рано, грош украл он из кармана. Такого не должно происходить. Но я пытаюсь перебороть себя. Но я заметил один плюс картавости. Матерная лексика очень дружелюбна к картавым людям. Давайте вспомним все эти слова. про себя. Ни в одном из них нет буквы «Н». Как-то раз у меня на работе был начальник. Я где-то через два месяца понял, что он картавит. Как-то что так. Да, да, у меня была работа. Слушайте, а на этой работе у меня была курилка в офисе. А в этой курилке у меня был лучший друг, имени которого я не знаю. Как-то поздно было про что уже узнавать. точка невозвращения в этом вопросе была пройдена. Я не мог ему сказать, что это замечательная фотография твоей новорожденной дочери, но сам-то ты кто? И ситуация вступлялась тем, что он знал, как меня зовут. И он не то, что знал, как меня зовут, он щеголял знания моего имени, я бы так сказал. Это было что-то типа «О, Виталий! Привет, Виталий! Видишь, я называю тебя по имени Виталий Виталий, а ты, Виталий, почему не называешь меня по имени, а? Виталий, Виталий, Виталий!» Жутко раздражало. И в какой-то момент я решил, ну нет, нельзя, так больше нельзя, так больше не может продолжаться. Мы в очередной раз как-то там пересеклись с ним в этой курилке. Он ушел, а я проследил за ним. Проследил, в какой офис он идет, прокрался так немножко следом, увидел девушку, которая, видимо, там работает, спросил, девушка, пожалуйста, пожалуйста, скажите, как зовут этого молодого человека? Она такая, ну ты шепник, Виталий. Скажи, сейчас ты не знаешь, как меня зовут? Я не узнал, я так и не узнал, я не знаю, кто это был. Еще на той работе у меня был начальник, ему было под 50, так крепко, и как-то раз в рабочей переписке он меня назвал Бро. Вообще неожиданно было. Он написал буквально что-то типа, ну ничего, надеюсь, вы справитесь с этим проектом, Бро! И надо было как бы срочно, быстро как-то что-то отвечать, но, а что бы я ему ответил? Типа, ништяк, Кент! Мы выполним этот контракт, сучка! Бабосики потекут рекой партнер! Ну, я не мог такого сказать. Я растерялся, и я просто ему написал окей, такое трусливое окей со скобочками. И он перестал мне отвечать, он перестал со мной общаться один день, два дня. Но как бы работа стоит, на третий день я все-таки собрался как-то с силами, написал ему, написал ему сам, написал что-то вроде «Николай Евгеньевич, простите, что беспокою, йоу, но бумаги ждут вашей подписи». И он тут же мне отвечает «Ае, ае». Кажется, кто-то заслужил повышение. В общем, я просто пожаловался потом на него коллегам, сказал «Вы знаете, у вас абсолютно неадекватные начальники, у него 50 лет, у него какие-то ае и броны умерли, что такое?». И все замолчали, все замолчали, такие. И один коллега посмотрел на меня и такой «Это возмутительно». Чем-то ты заслужил брод, Николай Евгеньевич. Я уволился, я написал заявление на увольнение, начальник подписал и написал «Печалька». Нет, не написал, это комедия. Не все правда, не все правда. Смотрите, 30 лет, я упоминал, до сих пор как-то не совсем укладывается в голове, но, понимаете, в 30 лет нужно уже немножко начать заботиться о здоровье, переживать о собственном здоровье. И я еще недавно переехал в новый дом и мне нужно было зарегистрироваться в новой поликлинике. И он, конечно, понял, скажем так, сформулировал, почему именно мне не нравятся поликлиники. Просто я пришел получать карту, мне выдали медицинскую карту, она не написана «Карта больного». «Я ничего не сделал, я еще ничего не успел сделать». Я говорю, «Больной, вы лучше знаем». Возможно, действительно больной, раз пришел к ним. И я немножко заболел, и если, вот такой совет, если вы, у вас какая-то болезнь, и вы проконсультировались одного врача, а потом пришли с этой же проблемой ко второму врачу, не упоминайте при втором враче, что вы уже консультировались с другим врачом по этому же поводу. Потому что в этот момент второй врач начинает вести себя как телочка. Простите, дамы, но это так. Там начинается что-то типа «А, вы уже консультировались?» «Понятно, понятно, понятно». «А, это плюсы, из интереса». Просто из интереса скажи «У кого? У кого? У кого? У Кириллова? У Кириллова? Ну, нет, это хорошо, это хорошо, что вы ходите, потому что после Кириллова лизата обычно. Может быть, вам может выпить что-то это яд, кстати, да? Это лучше, чем ходить к Кириллову. Такое начинается, как это. И в принципе я заметил, что наши врачи в поликлинике в большинстве не умеют общаться с пациентами. Я сидел в очереди, дверь к одному из врачей была открыта, и там врач средних лет, нормальный якобы мужчина, говорил бабушке следующее слово. Он сказал «Ну вот, вы думали, что умрете от суставов, а умрете на самом деле от сосудов». То, что бабушка умрет, вообще не обсуждалось. Понятно, что умрет когда-нибудь, но зачем влиять на этот процесс прямо в стенах поликлиники, непонятно. Но, конечно, иногда, иногда нужно, иногда без врачей никак, потому что, ну вот, не так давно у меня заболела пятка. Да, заболела пятка. Бывает. И болит один день, но ничего, да, ну ничего, ответный. Болит второй день, я как-то начал беспокоиться. Болит третий день, я что сделал? Я написал в гугле «Острые, лежащие боли в пятке». Три дня, что делать? И... я выяснил, что у меня рак пятки. Очень редкий синдром, 100% смертности проявляется у Виталия, в которой гуглят свои симптомы. То есть, не нужно, не нужно гуглить свои симптомы. Ну, если что-то болит, если вы чувствуете себя нездоровым, нужно сразу, конечно, идти к врачу, потому что, ну, врач этому учился, врач сам загуглит, в конце концов. Мне кажется, так они делают. И... посмотрите, была странная ситуация, тоже связанная со здоровьем. Я до сих пор не могу объяснить, что это было, но, может быть, сейчас мы как-то это объясним. я пошел в аптеку, и мне нужно было купить, ну, какие-то литинцы от горла, просто, что-нибудь от горла, и я пришел в аптеку, обратился к аптековщине, сказал, а у вас есть что-нибудь от горла? и она сделала... и она сделала... сейчас я покажу, что она сделала. Она сделала вот так, указывая на средства от горла. И здесь была полка, полка с лекарствами от горла. Мне это было так. Я подумал, я попал в фьюзикл? Скорей, немедленно выбери антизептический спрей. Их пять, но каждый имеет эффект, о котором мечтать, не спеши убегать. ну куда же, куда же ты, твою мать. Мне кажется, мы выяснили, что это был мюзикл. Я убежал, я ушел. Может быть, у меня тоже была роль там. Смотрите, я живу один, я достаточно давно живу один, но я не чувствую себя одиноким. думал я. До прошлой недели, когда я сказал спасибо микроволновке. Но я не думаю, что я схожу с ума, потому что с чайником я же не разговариваю. Я обжегся в него недавно, пока не разговариваю, объяснил, потому что ты, потому что это в своем поведении. Ну да, я живу один, и я даже по странным сформулировал, что происходит. Я достаточно давно не был вместе, где бы базировались женщины. и я понял это следующим образом. По работе мы снимали телепередачу там с участием актеров, и по работе мне нужно было позвонить девушке, актрисе, и объяснить ей, как она должна прийти на съемку. И она задала мне уточняющий вопрос. Ну а как мне одеться? По-домашнему? Я такой... А как женщины ходят дома? Я просто боялся, что я скажу, ну да, по-домашнему, а на завтра, на съемке, появится женщина в лаптях, в буае, в ростовом костюме, в клубнике. А что самое плохое, мне надо будет делать еще хорошую мину, потому что типа она будет так ходить, и я говорю, а что вы смотрите на нее? Что вы коситесь? Женщины так и ходят дома, да? У меня у самого две женщины дома, так и ходят. Мне кажется, где-то есть штаб-квартира женщины. Всех, я имею в виду. То есть вот место, где все женщины смотрят. Это такой классный, хорошо выглядящий домик в европейском стиле. И стероколтового цвета, дверью, не кирпичного, естественно, терракотового. И женщины собираются там и обсуждают свои дела. И одна из женщин, она ведет собрание, и такая, так, у нас на повестке дня следующие вопросы. Первое, помните того, того милого парня, на которого мы дружно не обращали внимания. Хочет слухи, что у него появилась девушка. Да, мы в атаку. И второй пункт, бой подушками в белье. Так, такое ощущение, что это мне писал какой-то заштатный стендап-комик из Новосибирска. Но где-то, где-то да, мне кажется, где-то они базируются. И недавно, недавно я зашел по улице, было поздно, уже была безлюдная, такая пустынная улица, и одна девушка пыталась как-то попасть к банкомату. то есть, там была такая конструкция, такой стеклянный, как это называется, стеклянный павильон. И нужно было провести картой, когда бы открылась дверь, и она бы прошла к банкомату и сняла деньги. Она проводила, и у меня не открывался этот павильон. Я шел мимо, и я подумал, ну, нужно помочь девушке. И я остановил сам себя в последний момент. Потому что я подумал, как это будет выглядеть со стороны. темная ночь, пустынная улица, девушка одна, с картой, подходит какой-то человек, такой, дай сюда. В общем, я не помог бедной девушке. А потом, задним числом, я подумал, я не дохренал о себе, думаю, с чего я взял, что девушка бы у меня не отбудохала. Потому что я начал замечать, что девушки начинают ходить на бок. на единоборство какие-то. Сначала одна знакомая, вторая, я подумал, ну, какое совпадение. Потом пятая, шестая, седьмая, я подумал, не совпадение. Я сейчас опасаюсь, что как-нибудь я буду просто идти по улице, и одна из девушек, которая идет тоже по улице, посмотрит на часы, и такое время, и нас всех отбудохают, как бог свят. Как раз почему-то перестали пить колокола. Странно, но я думаю, именно так и будет. Да, я достаточно давно живу один, примерно 10 лет. Такое ощущение, что 10 лет назад меня осудили за вооруженный грабеж и посадили в одиночку. Судя по всему, грабеж был с отягчающими обстоятельствами, потому что соедание мне тоже запретили. Значит, как объяснить их отсутствие? Да нет, объяснить легко, потому что просто в 30 лет лень влюбляться. Лень. Влюбляться нужно в 20-21 год, когда ты полон энергии, чтобы страдать, нет, в 30 не хочется страдать, больше хочется обижать. И потом, ну, а где знакомиться с девушками? На улице, ну, это нужна смелость. На работе, ну, это нужна работа. И как-то я более-менее служил с этим. И про возраст, 30, старение, взросление. Знаете, я четче всего понимаю взросление на примере футбола. Я очень люблю футбол, но сейчас мне 30 лет, и где-то три четверти футболистов уже младше меня. Я по возрасту ближе, наверное, к футбольным сутьям. По физической форме к этим голым мужикам, которые срывают матчи. ближе к ним. Я просто пытаюсь вспомнить, как это было. Тебе типа 7 лет. Ты сидишь на диване, смотришь футбол и думаешь, ну, они очень классно играют, но я там маленький, я там маленький, я вырасту, стану таким же, как они. Проходит какое-то время, тебе лет 17, и у прежней мы, естественно, ничего не дадёшься в футболе, но ты сидишь на диване, смотришь в футбол и такой, ну, они всё равно почти все старше меня, вот кроме Руни все старше меня. Я сейчас поднажму и внезапно стану классным футболистом, который поздно раскрылся. Ну, а потом тебе 30 лет, ты сидишь на диване, смотришь футбол и думаешь, сына отдам на футбол. И твой собственный отец, который сидит рядом, говорит, да, 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 отдаст. Спасибо за внимание, ребята.